Итак, очередная антенна с Алиэкспресс, Diamond Rush 701. Значит, судя по надписи на антенне, то есть антенна должна быть японская. То есть 2 диапазонка 144-430. Это, я так предполагаю, частот, на которых она неплохо принимает. Так, длина антенны 21 см, 30 грамм, 50 том. Что еще? Ну, здесь длина волны, лямбда 1,4, 1,2. Так, и коэффициент усиления. Разъем BNS. Так, вот сама антенна, я уже накрутил ее на прибор. Значит, антенна очень мягкая. Вот, кстати, легко снимается этот клапачок, потому что, если вдруг она чуть длиннее, я ее откушу. То есть она попадет ровно в резонанс. Вот такая антенна. То есть общаться будет комфортно с этой антенной, потому что она легко принимает форму, допустим, если где-то носить под одеждой. Вот, и глаз ей уже не выплыл, потому что она довольно-таки мягкая. Так, давайте посмотрим, что на приборе она покажет. Прибор VEG-Experto A600. Сейчас я ее включаю, но, естественно, я отойду в тенек, чтобы не бликовал экран. Так, смотрим данные на антенне. Moden Japan. Что, включили прибор? Так, давайте посмотрим, что у нас показывает. Так, 145 500. То есть резонанс есть. Сейчас мы посмотрим, где он конкретно. Так, резонанс чуть ниже, даже это хорошо, потому что я смогу укоротить антенну, и она точно будет у нас в резонансе. На 145 500. Вот, сейчас резонанс 142 687. Так, и сразу смотрим, что у нас происходит на 70-ке. Но я вижу, что она на 70-ке работает, потому что был виден еще один резонанс. Как правило, 70-ка в двухбундовых таких антеннах, она немножко смазана. Ну, вот видите, мы тут здесь тоже видим, что она смазана. И резонанс у нас примерно на 480 МГц. Вот он он. Ну, чуть пониже. 465, наверное. Если я ее укорочу, то резонанс, естественно, чуть-чуть тоже сдвинется. Поэтому, в принципе, антенна неплохая, можно брать. Вот, и при желании ее можно доработать. Все, спасибо.